Гасторнисы, ну вот в общем обзоре по его цене я говорил, что тогда в основном были большие птицы, нелетающие. Вот она, короче. Диатрима, ещё наиболее известный короче род из этих гасторнисов, это диатрима, поэтому часто можно всякой литературе сведеть диатрима. Значит, диатрима самые большие были из этих гасторнисов, и они достигали 2 метров, весили 100 килограмм, у них большой клюв был, который способен был кости переломать кому угодно. Поэтому есть развитая дискуссия, они вообще были хищники или падальщики, или они были растительноядные. Ну, в общем, пока так чётко не решили, потому что многие вещи обнаружили, что они не могли быть хищниками. Допустим, у них на лапах не было когтей, по расчётам она не могла быстро бежать за движущейся добычей, если она была хищником, то она нападала из засады. Клюв действительно может переломить, но у многих растительноядных есть хорошие, так сказать, зубы. Вот бобёр, он, допустим, может тоже руку откусить нахуй, но он растительноядный. Клювом он мог обороняться, но мог быть растительноядным вполне, поэтому тут непонятно вообще, чем питался. Крупнейшее наземное животное вообще в то время, то есть он был больше, чем эти пантодонты, о которых я только что говорил. Ну и есть данные, что, допустим, всё-таки травоядные. Допустим, изучали изотопы кальция в костях этого гасторниса, обнаружили, что нет признаков, что он мясо ел. Обнаружили довольно большие яйца, допустим, во Франции яйца гасторниса большие. 24 на 10 сантиметров, что-то, наверное, размером там с полруки, яйцо большое. Толщина скорлупы порядка 2 миллиметров. Это в два раза больше страусиного яйца. Вот это вот яйца гасторниса. Ну и, в общем, это самое большое яйцо в мире. Короче, больше, чем гасторнис, никакие наземные известные животные не откладывали яйца. Обнаружили также его следы в разных местах, причём следы ещё в 19 веке обнаруживали. Но это как раз по следам определили, что вряд ли хищная, потому что у него нет когтей на его лапах. А у хищников должны быть. Перья. Вот его часто рисуют с волосами, потому что волосье обнаружили. Но вот вроде как обнаруживают также и перья. То есть, возможно, он совсем не такой был, как на картинках, а, возможно, он был всё-таки пернатый. Гасторнис в основном Западной Европы, но также известен в США и в Китае. Самые ранние его виды происходят из Европы, поэтому считают, что он возник в Европе, а Европа тогда была остров. Поэтому вроде как на Мадагаскаре совсем недавно тоже были большие наземные птицы. И как-то вот предполагают, что это как-то связано с тем, что острова. Вот Европа была остров, и по ней бегали вот такие большие птицы. Потом они с Европы распространились, потому что Европа постепенно срасталась с Азией. Там были какие-нибудь перешейки или просто места, по которым птица могла перейти, приближалась. И потом они распространились по Азии, в частности, в Китае их много. В Северную Америку, конечно, они попали по Беринговому мосту, по которому туда индейцы перешли. Ну и в принципе они распространились. Вот в оцене их очень много. Самые большие животные оцены это понтодонты, о которых я ранее рассказывал, и вот эти самые гасторнисы. Почему вымерли, совсем непонятно. Предполагали, что конкуренция с млекопитающими, но в принципе они вместе с млекопитающими были. Дело в том, что понтодонты растительноядные. Не было крупных млекопитающих, способных вот эту большую птицу съесть на тот момент. Млекопитающие, по большей части, были мелкие, а даже крупные формы их были, они были растительноядные. Влияние этих перепадов температуры, о которых я много говорил, там то был тепловой максимум, то по холоданию, и в конце оцены вообще холодания, скорее всего не влияло, потому что это крупное животное, которое как раз при холодании хорошо выживет. То, что там постепенно в Европе тропический лес ушел и стал широколиственный лес, тоже никак не могло повлиять на эту птицу. Предполагается, опять же, что больше всего она выживала в Европе в связи с ее изоляцией. Ну, в общем, пока загадка, и почему эти гасторнисы возникли, в это время преобладали маленькие животные, еще раз повторю, и почему вообще они вымерли, ничего пока не понятно. Ну, фантасты вот это вот любят, вот эту картинку, что большая птичка бегала. Во многих фантастических произведениях, там на таких птицах ездят гномы, в научно-популярных сериалах любят показывать, у нас больших животных человек любят, динозавров или вот этих вот, диатрим, это популярно в литературе, и вы часто вот такую картинку примерно можете видеть, действительно такой жил, но давно вымер.